Что мы будем делать сейчас? Это второй эфир марафона ФВД Пасха, пасхальный наш марафон. С Машей мы вчера отрисовали кроликов, отрисовали пасхальные яйца и веточку вербы. И сегодня я вам покажу подготовительный этап к тому, чтобы вы завтра могли собрать композицию. Вам нужно взять ваши изображения, которые у вас получились, отцифровать их. Что именно нужно сделать? Их нужно либо сфотографировать, либо же поместить в сканер и при помощи этого сканера перевести их в цифру. Сканер намного лучше, но если вдруг у вас его нет, и это все решаемо, вы можете взять, например, телефон или фотоаппарат, положить ваше изображение, следите, чтобы не было теней, не было замятостей, его сфотографировать и это изображение поместить на компьютер. Соответственно, как скачать фотошоп бесплатно на 7 дней я показывала в предыдущем эфире. То есть вы заходите на официальный сайт Adobe и у них есть пробная версия на 7 дней. То есть в рамках марафона вам этого хватит. Если вы хотите попробовать и не покупать программу, то вы все равно можете полноценно в этом участвовать. Поэтому спокойно переходим на сайт, там скачиваем, устанавливаем. То, что я сейчас буду показывать, я буду показывать работу с Машным уже изображением. Она его отсканировала и прислала мне. Покажу, как его чистить. И к завтрашнему дню вам нужно вот эти чистенькие изображения вашей рисунки уже иметь. Соответственно, переходим в фотошоп, показываю, как это все будет смотреться. Сейчас я настроюсь. Вот он мой Adobe Photoshop. Я уже открыла отцифрованное изображение. Маша, она большая умница. Она все цифрует качественно, чтобы все уже сразу было без теней, без каких-то либо заломов и прочей ерунды, которые потом сложно вычищать. Я сейчас вам покажу пример, как чистить веточку. По такому же принципу нужно отчистить все детальки. Соответственно, что я сейчас сделаю? Я возьму инструмент прямоугольное лассо. У меня это фон. Вот здесь сбоку видно. На широкоформатном экране увидите, когда будет запись. Двойной клик по нему сделаю. Он у меня станет слоем. Теперь выбираю только мою ветку. За счет того, что она у меня хорошо, качественно отсканирована, мне будет сейчас достаточно просто с ней работать. Вот, я ее выбрала. Двойным кликом закончила выделение. Она у меня выбралась. Теперь правой кнопкой мыши нажимаю. Скопировать на новый слой. Вот смотрите, что у меня получилось. Я взяла мою веточку, вырезала ее из изображения и скопировала. То есть она у меня есть полноценное изображение, которое было, нетронутое. И сейчас это вот второе изображение, которое я сдублировала. Когда вы хорошо отсканировали, у вас чистый фон, то вам очень хорошо поможет в этом инструмент волшебная палочка. Вы его берете, выделяете белый фон. В принципе, на самом деле, на этом мы сейчас почти можем закончить, потому что... Я сейчас нажму кнопочку Delete, и вот она у меня уже чистая, моя, соответственно, веточка вербы. Очень часто бывает, когда плохо вы вот это вычистили, нужно по краям посмотреть, чтобы выделение было четко. Но вот здесь оно у меня сейчас будет видно. Смотрите, есть такой инструмент. Он называется Резактирование в режиме Быстрая маска. Он вот так вот все заливает, и мы видим с вами вот эти вот рваные краешки. Нам их теперь нужно аккуратно, мягкой кисточкой будет заполнить. Что это нам даст? Это нам даст очень красивое, ровное выделение, чтобы наш край нашей картинки потом не бился. То есть вот я сейчас буду все изображение вот так вот аккуратненько проходить. Если чувствую, что у меня все вылезло, я меняю цвета местами, там на панели инструментов слева, и полномерно выделяю. Эта работа очень важная. Она, я бы сказала, принципиально важная, и на нее нужно уделить максимум времени, потому что она самая кропотливая, самая механическая. Но именно от того, как вы вычистите ваши элементы, насколько четко вы вот это все подготовите, будет зависеть конечное качество вашего принта. То есть если вдруг у вас окажется так, что вы плохо почистили, оно будет пикселить, будет плохо вычищен фон, и это будет все плохо смотреться, то качество вашего принта, соответственно, упадет. И вот поэтому вот такой вот кисточкой с размытием я мягко сейчас просматриваю все краешки, чтобы мое, соответственно, изображение было вычищено. Вот прям все-все-все неровности нужно отметить, нужно посмотреть, чтобы это все было чистенько и ровненько. Вот таким образом. Готовьтесь к тому, что на это может уйти много времени. Иногда это час, иногда это два, иногда в один день чистите, в другой собирайте, как мы это делаем сейчас, чтобы чистить, можно под какую-нибудь аудиокнигу или еще что-нибудь, а вот уже собирать композицию с душой, как говорится, чтобы у вас эти состояния были разные. То есть вот вы все почистили, все проверили, изображение прям по контуру, прошлись по нему. Один раз, два раза прошли, три раза прошли, то есть столько, сколько нужно. Что мы делаем дальше? Вот я его целиком, видите, сделала. Оно у меня сейчас под маской, поэтому оно все красное. Убираю маску вот здесь вот слева, нажимаю. Вот у меня получилось выделенное изображение. И теперь нажимаю кнопочку Delete. У меня убрался фон. Почему мы вот так вот долго, муторно это делали? Хотя на самом деле я сейчас делаю это очень быстро. Иногда приходится прям все-все-все изображение лазить и смотреть, чтобы вот прям каждая штучка была. Потому что смотрите, вот этот элемент, который мы обработали, и с которым мы в дальнейшем будем работать, он должен быть идеальным. То есть если я сейчас возьму максимально контрастный фон, я обычно беру красный, можно взять вообще абсолютно любой цвет, максимально контрастный к нашему изображению. И положу под наше изображение. Вот все линии, все контуры должны быть мягкими. Видите, они у меня немножечко бьются, то есть я его не дочистила. Вот это считается халтурой. Что я могу с этим сделать? Я сейчас могу выделить опять по фону, сделать выделение, модификация, растушевка. И растушевать буквально на один пиксел. Вот, и после этого еще пару раз нажать на кнопочку Delete. Таким образом у меня сейчас контур смягчится. Это такая вот маленькая хитрость. Просто сделайте, что я говорю, потом Ctrl D снять выделение. Смотрите, и у меня контуры стали более мягкими. Да, они сейчас на ярко-красном фоне. И именно этот ярко-красный фон высвечивает мне все недостатки, которые мне могут, соответственно, помешать и сделать что-то не так. Так, вот могу взять инструмент Ластик. Вот здесь сверху настройка толщины. Вот в фотошопе, кстати, уже удобно работать планшетом. Если у кого-то есть, вам он хорошо пригодится. И еще раз пройтись по всему изображению, отсмотреть всякие неровности. То есть, если эта неровность, я понимаю, что она мне понадобится, как таковая, да, я ее оставляю. Если я понимаю, что она мне красоты не добавляет, я ее убираю. То есть, ваше изображение нужно целиком и полностью, вот таким вот образом все-все-все прочистить. Специально вот с подложенным ярким фоном. И вы увидите, соответственно, что у вас получается. Вот она. Вот. Теперь я уже спокойно могу этот фон убрать. И у меня получилась вот эта красивая штучка на бесцветном фоне. И теперь я ее могу уже буду копировать, размножать, размещать так, как мне надо. Как ее сохранить? Сохранить ее можно в двух вариантах. Либо вы сохраняете файл PSD. Это родной формат фотошопа. Файл. Сохранить как. Выбираете, куда вы хотите сохранить. Соответственно, пишите название. Вот он, формат PSD. И говорите там, ну, веточкой я сейчас назову. Вот. И говорите сохранить. И уже при следующей работе вы его заберете, у вас уже будет это чищенное изображение. Либо же. Либо же. Можно сохранить как PNG. Сейчас промахнулось. PNG. Вот. Нажать тоже. Сохранить. Сохранить. И тогда у вас файл тоже откроется с прозрачным фоном. Вот она, видите, моя веточка с прозрачным фоном. У нее нет фона. Могу показать пример. Например, эту же ветку. Сейчас открыть в иллюстратор. И вы увидите, что она, вот она, без фона. Аня, почему-то с белым фоном она у меня. Потому что она не должна быть белого фона. Сейчас я посмотрю, в чем проблема. Вот она. Я просто монтажную область выделила. То есть она у меня, видите, с прозрачным фоном. Дальше я с ней уже могу работать. Понадобится ли вам цветокоррекция или нет, будет зависеть от того, что вы будете делать. Коррекцию вот здесь вот она. Либо можно автотон едать, чтобы она стала более яркой, либо нет. Но вот таким образом нужно все нарисованные с вами элементы, в данном случае это пасхальный марафон, все пасхальные штучки, вытащить и обработать. И положить аккуратно в папочку, для того, чтобы завтра прийти, взять фотошоп, открыть их и исследовать за Машей, как она вам будет показывать, как создавать из них композицию. Продолжение следует...